здравствуйте меня зовут екатерина буранова и мы продолжаем серию прямых эфиров к фу лайф сегодня у нас в гостях институт физики и я представлю вам наших спикеров заместитель директора по образовательной деятельности гузель эльдаровна горнаева добрый день и заместитель директора по научной деятельности ирина владимировна романова здравствуйте абитуриенты напоминаю что вы свои вопросы можете оставлять нашей официальной группе казанского федерального университета ну и перед тем как отвечать на вопросы передаю вам вступительное слово добрый день уважаемые слушатели уважаемые школьники их родители бабушки дедушки и все люди кто интересуется как сейчас устроен институт физики и что он из себя представляет хочется сказать конечно несколько слов о нашем институте ему уже достаточно много лет это один из ведущих институтов в структуре казанского федерального университета и он готовит таких специалистов начиная от астрономов заканчивая биотехнологами специалистов по информационной безопасности педагогов по направлению физика математика инноватиков то их самых самых разносторонних специалистов естественно научного профиля приглашаем вас поступать к нам и конечно будем очень рады рассказать подробнее о нашем институте большое спасибо тогда переходим к вопросам расскажите в целом о направлениях вашего института чуть подробнее какие они что вообще есть у нас представлено все четыре ступени образования получается есть бакалавриат магистратура докторантура аспирантура все четыре ступени если мы говорим про бакалавриат там у нас есть направление это физика радиофизика а стран есть информационная безопасность есть нанотехнологии инноватика педагогическое образование профиль физика и математика есть специалитет астрономия информационная безопасность но и по данным направлениям также представлена у нас и магистратура но и в том числе аспирантура расскажите какие экзамены нужно сдавать вот на ваше направление ваш институт но в зависимости от направления и профиля у нас есть выбор гигэ по которым мы принимаем на некоторые направления у нас если мы говорим про физику радиофизику тогда у нас математика русские это обязательные гигэ обязательные экзамены и на выбор у нас или физика или информатика и кт можно поступить если мы говорим про астрономию тогда конечно же конечно же там физика математика русский язык если мы говорим про информационную безопасность как бакалавриат так и специалитет биотехнические системы и технологии тогда там тоже у нас идет математика русские обязательно и на выбор идет физика или информатика и кт если мы говорим про бакалавриат геодезию и дистанционное зондирование там тоже физика или информатика и математика русские обязательно и на ватика там у нас математика русские тоже обязательно но на выбор здесь у нас уже идет физика или информатика и кт или химия три уже выбора идет если говорим про нанотехнологии там также три выбора представлены физика или химия или информатика и обязательно математика русский и педагогическое образование там уже у нас идет обязательно это русский язык общество знания и на выбор идет у нас физика или математика или биологии или химии или географии или информатика и кт вот это бакалавриат это все в рамках егэ правильно в рамках егэ у вас нету вступительных экзаменов именно в институте это внутренние испытания для иностранных студентов у нас есть и тем людям которые егэ не сдают тоже внутренние испытания есть но по данным предметом спасибо за ответ расскажите подробнее за какие достижения вот у нас есть егэ но за что можно получить дополнительные баллы при поступлении дополнительные баллы абитуриенты могут получить если они являются призерами олимпиад которые вошли в перечень допустим золотой значок какие-то вот такие ну да да то есть общий перечень в общем к все учитывается у нас но и вот с этого года мы приняли решение что для поступающих магистратуру победителем и призером итоговой студенческой конференции к фу мы тоже присудим дополнительные баллы замечательно хорошо тогда идем дальше а какие вообще вот мы говорим про баллы баллы дополнительные баллы какие вообще у нас проходные баллы в этом году известны ли они сейчас или хотя бы примерно что-то какие на что ориентироваться абитуриентом когда они вот сейчас например готовятся только к экзаменам но здесь мы можем говорить конечно у нас есть нижний предел который установлен уже документально в нашем университете если мы говорим что у нас абитуриент поступает по егэ физика тогда там у нас будет 118 это минимальный порог для прохождения для зачисления к нам в студент для поступления если мы говорим про информатику там чуть-чуть повыше будет порог это 123 балла ну какие-то все равно рамки они указаны где-то на сайте вы на сайте конечно же ориентироваться есть так скажем на что конечно конечно хорошо а тут у нас вопрос из комментариев спрашивают когда начинаются экзамены для иностранных абитуриентов для иностранных абитуриентов у нас экзамены начинаются в июле месяце на сайте тоже расписание уже имеется оно утверждено в июле они пишут ну и затем уже то есть все даты вы можете посмотреть на официальном сайте казанского федерального хорошо дальше тогда поговорим про возможности так скажем наверняка вашем институте их крайне много расскажите в целом какие у вас есть возможности чтобы заниматься именно наукой поподробнее студенты у нас очень много занимаются наукой ну конечно институт физики это конечно прежде всего наука активно включаться студенты начинают примерно с третьего курса потому что как правило с третьего курса уже начинается защита курсовых работ и подготовка к дипломным работам выпускным квалификационным работам уже происходит распределение по кафедрам прикрепление к научным руководителям и конечно в силу того что у нас очень много различных направлений обучения студенты занимаются очень много чем то есть научные тематики у нас начинаются начиная от того что студенты изучают черные дыры кротовые норы это сейчас очень модно есть у нас кафедра теории относительности гравитации которая этим занимается есть у нас обсерватория в турции есть обсерватории на кавказе то есть у нас студенту кто интересуется астрономии значит они проводят наблюдения и анализирует полученные данные есть у нас направление на технологии которые занимаются и синдосом новых веществ и исследованием новых материалов занимаются даже квантовым компьютерами квантовыми вычислениями занимается физикой низких температур физикой магнитных явлений даже конструирует новые элементы памяти в будущем то есть занимаются новыми технологиями также хочется с гордостью сказать что в нашем институте в этом году 10 студентов выиграла грант студенческий стартап на то чтобы продвинуть на рынок свои научные результаты конечно мы очень этим гордимся то есть мы не только наукой занимаемся но и стараемся распространить все наши разработки сектор реальной экономики то есть вот то есть у нас несколько студентов уже фактически являются генеральными директорами своих ооо вот это такая конечно гордость для нас ну и конечно нас институт славится тем что мы получаем очень много грантов российского научного фонда и студенты которые стремятся заниматься наукой с третьего курса они практически все трудоустроены и конечно являются авторами статей различных публикаций мы их всячески поддерживаем включая повышенную академическую стипендию которая например для магистра может составлять порядка 15 тысяч рублей в месяц за особые достижения в науке но и в других областях конечно и в общественной деятельности и спортивной деятельности культурной общественной и так далее так скажем занимаются крайне активно вашем институте хотела бы чуть подробнее проговорить про научные стажировки это немного ну недалеко так скажем темы уйдем про конкурсы вот вы как раз начали где принимают участие ваши студенты чуть подробнее у нас есть несколько именных стипендий в институте в частности стипендия хабибульна стипендии валиева стипендии сагдеева они проводятся два раза в год и особо отличившимся студентам в нашем институте они присуждаются плюс еще есть стипендии как раз вот повышенные академические стипендии но стажировки конечно они очень развиты были сейчас конечно это движение немножко спал на нет но тем не менее наш институт очень активно сотрудничает с такими странами как япония то есть это страна с которой мы продолжаем сотрудничать то есть многие студенты туда ездили будем надеяться что все-таки это сотрудничество продолжится с германии то есть многие наши аспиранты туда уезжают ну а в рамках российской федерации казани многие наши студенты идут на практику в различные предприятия то есть с этого начинается как раз стажировка в частности вот направление на ватик у нас очень активно ходит по предприятиям они ходят и технопарк идея и в иннополисе проходит практику и войти парке и в акбарсбанке в общем их приглашает очень много и более того очень потом с большим удовольствием берут их на работу хорошо но научная деятельность это всегда замечательно в университете но помимо все-таки учебы науки я уверена что в вашем институте есть и так скажем другая сторона культурная жизнь какая-то общественная спортивные направления какие-то давайте поговорим немного про это какие сферы может быть кружки что вообще в вашем институте так скажем представлено ну неурочная деятельность у нас очень развита конечно же студенты если будут целый день учиться это конечно же тяжело да поэтому неурочная деятельность у нас тоже не на последнем месте студенты активно участвуют в таких мероприятиях как студенческая весна день первокурсника до любые какие-то конкурсы у нас в институте имеется два концева танцевальных коллектива наших институтских наши студенты создали и активно участвуют в разных мероприятиях есть баскетбольная команда которая заняла призовое место по-моему да вот буквально недавно соревнования поэтому наши студенты в принципе они активно участвуют в внеурочной деятельности также у нас имеется кружок по мастерству где студенты сами делают декорации там что-то учат друг друга как вышивать как зашивать что-то что-то делать то есть это отдельный кружок имеется да но и также у нас так как мы институт физики еще вот как раз запускаются два кружка по физике уже до для школьников как раз эта физика вокруг нас и еще физика своими руками то есть школьники они могут прийти в институт физики поработать с приборами поэкспериментировать снять какие-то показания скажем так да ну и посмотреть нашу жизнь в институт физики то есть такая возможность для совсем уже будущих студентов они были не ближайшее время попробовать на себе роль студентов неплохо но как раз вот простуд весну я так понимаю полным ходом идет подготовка будет интересно посмотреть то есть можно сказать что институт поддерживает в любых начинаниях и творческих тоже вместе с этим хорошо вернемся немножко к науке и учебе все-таки вы затронули тему трудоустройства и практики расскажите поподробнее где ваши студенты проходят вот практике студенты проходят практике но понятно соответственно своему направлению то есть те кто у нас обучаются на таких фундаментальных направлениях как физика радиофизика они проходят практику в частности в российской академии наук то есть мы очень плотно сотрудничаем с институтом физико-техническом института имени завойского потом проходят практику в частности гиппо на комзе то есть на таких ведущих предприятиях города казани те студенты которые связаны например с направлением геодезии дистанционное зондирование они проходят практику в различных фирмах которые занимаются как раз дистанционным зондированием те студенты которые учатся на направлении информационной безопасности они как правило проходят практику в IT-компаниях в частности IT парк ICL и тому подобное то есть в казани их достаточно много в иннополисе очень много студентов у нас проходит практику те кто занимается на направлении новатика но вот в частности инвестиционный венчурный фонд Республики Татарстан, IT-парк нас принимает каждый год, ТАТ-патент, даже вот компания ООО «Данафлекс» в прошлом году у нас принимала. Студенты, которые, значит, учатся на направлении педагогическом, они проходят практику в различных школах. Ну вот Гузель Дарна лучше расскажет, потому что она как раз руководитель этого направления, в каких школах они практику проходят? Да, студенты по педагогическому направлению, там у нас практика рассредоточенная, концентрированная, начиная с первого семестра уже, и каждый семестр есть педагогическая практика, поэтому наши студенты именно педагогического направления проходят практики в образовательных учреждениях Казани, Татарстана, скажем так, и мы взяли такую практику, что студенты проходят практику, одну практику, например, в общеобразовательном учреждении, да, в школе какой-то, вторую практику проходят в лицее, потом в гимназии, чтобы можно было преемственность, сравнение произвести, да, посмотреть, что как. Ну, получается, все 10 семестров они практически у нас на практике в школах. То есть они достаточно много практикуются? Очень много, да. У нас программа подготовки педагогов практикоориентированная, у нас и дисциплины практикоориентированные, многие дисциплины ведут специалисты, учителя, ведущие школу, скажем так, гимназии и лицеев, и поэтому у нас и практики очень много. Ну и, наверное, только у педагогов, но и, скорее всего, вот даже в плане, если брать более какие-то научные исследования у ребят, то там тоже много возможностей лабораторных работ с инструментами, с опытами и так далее. Хорошо. Такой вопрос. Сложно ли вообще учиться у вас? Вот, ну, в целом, если посудить, справится ли каждый или все-таки нужно достаточно хорошо потрудиться? Можно с уверенностью сказать, что тот, кто хорошо потрудится, он справится. В принципе, да, кто захочет, тот сможет. Если мы, вот так же скажу про свое педагогическое направление, да, в связи с тем, что прием на наше направление физика это не обязательно, а мы готовим учителей физики, и математики, да, поэтому у нас есть такой курс на первом курсе, как введение в физику и введение в математику, где студенты вспоминают, ну, кто-то вспоминает, а кто-то что-то новое узнает из школьной программы по физике и математике, и уже на высшую физику и математику они переходят со второго курса. Ну, то есть, как бы, такие модули адаптационные, вот, и, в принципе, студенты справляются. Возможность вы даете, а там уже, конечно же, зависит от желания студентов. Хорошо, тогда еще вопрос касательно дней открытых дверей, и вот, где вообще можно узнать поподробнее, возможно, что-то, что мы обговорили, повторить, узнать, уточнить информацию. На сайте где-то, в интернете, группа, телефон, неоткрытых дверей. Вот на нашем сайте как раз обновленная информация по дням открытых дверей. В ближайший день открытых дверей это 25 марта в 11.00. А вообще информация есть на сайте, есть ВКонтакте и есть в Телеграме группа. И везде информация актуальная и свежая, скажем так. Мы даже проводим бесплатные пробные ЕГЭ и ОГЭ для школьников уже с сентября месяца. Каждый месяц у нас проходит, и школьники приходят до 100 человек, даже больше бывает, и пишут пробные ЕГЭ. В течение недели мы каждому, сама лично каждому высылаю результаты, потому что мы как бы не для себя, а для них, чтобы они посмотрели, насколько они готовы к настоящему ЕГЭ. И потом уже через неделю эксперты, действующие эксперты ЕГЭ проводят разбор заданий этого ЕГЭ. Со всеми замечаниями, со всеми пожеланиями, как правильно написать, как желательно написать на настоящем ЕГЭ. Ну, такая практика тоже есть, и на нашем сайте тоже же это можно найти, информацию. То есть всю информацию вы можете, абитуриенты, узнать на сайте официальном. Также, наверное, там указаны контактные данные. В принципе, в любом случае вы можете и оффлайн подойти, я думаю, в приемную комиссию, если будет такая нужда. Хорошо, и я знаю, что вы не с пустыми руками к нам сегодня пришли, хотели что-то показать. Было бы очень интересно понаблюдать. Да, вот мы подготовились, хотели вас немножко удивить. Вот хочется представить нашего сотрудника. Он у нас специалист по работе с иностранными студентами, Сальдив Улукбек. И он будет немножко помогать. Ну вот первое, что мы хотим вам показать. Ну вы наверняка все знаете, да, что мысли у нас обладают силой. Ну это на грани эзотерики, конечно, но мы пофантазируем немножко и подумаем, что вдруг физики смогли управлять силой мысли. Вот, пожалуйста, посмотрите внимательно на эту бутылку. Здесь налита вода и плавает вот такой вот замечательный поплавок. Вот если вы сейчас будете на него внимательно смотреть и про него думать, он начнет двигаться. Вот давайте на раз, два, три все начнем на него смотреть и думать. Что-то он у нас упал, что ли? Сейчас мы Улукбеку дадим на починку. Плохо думаем, я думаю. Плохо думали, да. Не все же стараться. Не все думали. Ладно, начнем пока со второго опыта. Так, вот смотрите, у нас есть два шарика. Видно, да? Вот они абсолютно пустые. А в первом разе ничего нет, да? Да, то есть вот пустые два шарика. Значит, между ними вот такая вот пустая трубочка. Ну и, соответственно, вот такой вот зажим, который закрывает между ними соединение и открывает. Вот, то есть мы сначала его закроем, потому что шарики мы сначала будем надувать. Ну и будем, соответственно, смотреть, что будет происходить. Давайте Улукбека попросим надуть. Он будет надувать один, я буду надувать второй. Вы тогда побольше надуйте. Ну и вот, соответственно, вот мы надеваем шарики на эту трубочку. Ну вот видно, да, у нас надут оба шарика. Они между собой связаны пока вот такой вот трубочкой, которая закрыта. Соответственно, воздух из одного шарика пока не перетекает в другой. Вот давайте все посмотрим и подумаем, а вот если мы вот этот вот колесик отпустим, и воздух пойдет по вот этой трубочке. Как вы думаете, что произойдет? Из одного шарика воздух, возможно, перейдет в другой. И что получится? Другой шарик надувается больше, а другой сдуется. Вот. А еще какие версии? Ну и еще есть версии, что одинаковые станут. Ну вот самый популярный ответ студентов. Да, мы сейчас вам продемонстрируем, что получится, а вы подумайте, почему так. Вот мы отколываем колесик и смотрим, что происходит. Чего у нас опять ничего не работает? Получается? Да? Да, по-моему, один шарик сдувается, если я не ошибаюсь. Все правильно, да. То есть, если мы будем смотреть, то вот этот шарик медленно сдувается, а этот становится больше. Возможно, у меня есть будущее физики. Да. Вот вопрос зрителям. А почему? Ну вот пусть лежат пока. Наверное, вам стоит раскрыть секрет самостоятельно, все-таки как профессионалы. Пусть подумают зрители. Ответов пока нету. Нету? Ну пусть думают. Да, в следующий раз на встречу, мы раскроем секрет. Да, в следующий раз, да. Отлично. Чтобы время было подумать. С этого и начнем. С домашнего задания. С домашнего задания. Отлично. Но я сегодня не усну. Мне придется выяснить секрет. Так, со вторым фокусом у нас будет что-то опытом? Нет? Там что-то не заработало. Тогда я вам, наверное, передам заключительное слово. Расскажите вот, так скажем, месседж, посыл нашим зрителям, абитуриентам. И будем заканчивать на этом нашу сегодняшнюю встречу. Приглашаем всех в институт физики. Все, кто интересуется новыми технологиями, IT-технологиями, различными применениями физических явлений в нашей жизни. Как можно их применить в медицине, в биологии, в химии и вообще везде-везде. Мы приглашаем поступать к нам, и мы вас всему этому научим. Приходите, мы вас ждем. Со своей стороны я хочу поблагодарить вас, что пришли сегодня и ответили на наши вопросы. Подробнее рассказали и познакомили нас с вашим институтом. Мы увидимся в следующий раз. До новых встреч. Меня зовут Екатерина Варанова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова